Буквально на предыдущей неделе наша редакция выпустила материал о том, как поссорились бывший президент Украины Петр Порошенко и действующий Владимир Зеленский. Глава государства решил посадить в тюрьму экс-президента. Делает он это, по всей видимости, из страха и желания продемонстрировать свою решительность и непоколебимость. Но вместо этого получился пшик. Как мы и предвидели, американские покровители Зеленского вместо команды ФАС сказали «стоп», потому что такая злобность и мстительность на международной арене не приветствуются. 6 января Печорский районный суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины. 12 января он разрешил задержать бывшего президента Украины для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Петр Порошенко прибыл на Украину. Прокуратура потребовала его заключения под стражу по обвинению в государственной измене и поддержке террористических организаций. В свою очередь, экс-президент Порошенко обвинял Зеленского в некомпетентности. Заседание длилось почти 12 часов, а решение так и не было принято. В 10.50 Порошенко прибыл в суд, а в 22.40 секретарь суда сообщил, что вынесение решения перенесли на 19 января. Судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около 6 часов. Уже тогда было известно, что на Украину прибудет госсекретарь США Блинкен, поэтому и отложили судебное решение. При этом совершенно непонятно, зачем был нужен весь этот фарс с сидением судьи в совещательной комнате в течение 6 часов. С креативностью на Украине сейчас вообще плохо. Причиной переносы даты совещания объявили несвоевременность передачи документов из одного здания суда в другое, не обратив даже внимания на то, что они находятся в шаговой доступности друг от друга. После приезда Энтони Блинкена суд принял решение отпустить Петра Порошенко под личные обязательства. На это, правда, у него ушло какое-то время. Нужно было объясниться с испуганным Зеленским, который начал проявлять агрессивность, демонстрируя свой страх всему мировому сообществу и пытаясь быть жестким с экс-президентом Украины Порошенко, который на самом деле не представляет в сложившейся ситуации для него никакой угрозы. Так можно начать и своей тени бояться. Блинкен уехал, и Петра Порошенко перестали преследовать. Но страх, по всей видимости, не отпустил Зеленского. На пресс-конференции с западными журналистами 28 января он был не просто подавлен, а очень сильно раздражен и агрессивен. Постоянно жаловался, в том числе, на нерешительность США и стран Евросоюза. А когда журналистка The Wall Street Journal напомнила Зеленскому призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к внутреннему единству, тут же поинтересовавшись и ситуацией с Петром Порошенко, Зеленский стушевался и ответил буквально следующее. Неконтролируемость ситуации внутри государства может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана. Тогда могут быть предприняты те или иные действия со стороны соседнего государства. Вот уж действительно спрашивали одно, а ответ был другой. Трудно было даже понять, о чем это. С таким количеством неопределенностей в трех предложениях журналисты сталкиваются очень редко. Зеленский говорил о каком-то наивысшем уровне невероятного плана. Ситуацию в стране он обозначил как неконтролируемую. И особенно интересным был пассаж по поводу соседнего государства. Некоторые западные издания удивились, спрашивали про Порошенко, а в ответ услышали бессвязную речь. Хороший актер Владимир Зеленский, сыгравший большое количество сложных ролей, явно не справляется в последнее время с ролью для него несвойственной – президента соседней страны, которая пока называется Украиной.